МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы с коллегами собрались на внеочередное задание нашей депутатской комиссии по бюджетам и вопросам экономического развития, где рассмотрели изменения в бюджет нашего города. Причина была увеличение налоговых доходов на 85 миллионов, которые мы распределили по расходам, где-то около 50% идет на зарплату в область образования, дальше на систему ЖКХ. Также депутаты рассмотрели изменения в положении о муниципальном жилищном фонде коммерческого пользования. В документ внесли поправки для предоставления многодетным семьям льгот на оплаты найма в размере 50%. В целом изменения коснутся многодетных семей. Соответственно, плата за найм для данной категории многодетных семей будет осуществляться в размере 50% от общей установленной платы за коммерческий найм жилого помещения, находящийся в муниципальной собственности. Кроме того, депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки города, установив границу при аэродромной территории аэродрома «Магадан-Сокол». Профилактический рейд по соблюдению масочного режима провели сотрудники ГО и ЧС «Магадана» по общественным местам столицы Колымы. Проверили четыре объекта города, в их числе продовольственный магазин «Адмирал», на улице Кольцевой «Кварц», к нижней магазин «Эрудит» и три «Шоколада». Специалисты выяснили, соблюдают ли сотрудники и покупатели меры защиты от новой коронавирусной инфекции. Эксперты проверили наличие в магазинах перчаток, масок, антисептиков и бесконтактных термометров для работников учреждения. В объектах торговли, общественного питания и других учреждениях нужно соблюдать профилактические меры борьбы с COVID-19, утверждают специалисты. Такие рейды проводятся постоянно, а сейчас они проходят в составе групп контроля. Специалисты проверяют учреждения по нескольким критериям. «Соблюдение масочного режима, объявлений, то, что разметки социальной дистанции, как соблюдается, допускают ли людей без масок, как проводится обработка, дезинфекция. То есть у них есть графики уборки, которая должна быть с определенной периодичностью». Также в магазинах проводят термометрию сотрудникам. Такую процедуру повторяют два раза в день – утром и вечером. В случае, если выявили работника с повышенной температурой, должны вызвать врача и освободить сотрудника от работы, утверждают специалисты. За несоблюдение противоэпидемиологических мер на граждан, должностные лица и предпринимателей будут наложены большие штрафы, отметила Марина Батова. В день до 20 кубов льда сотрудники комбината зеленого хозяйства подготавливают материал для ежегодного конкурса «Магаданский хрусталь». Специалисты выпиливают лед из искусственного водоема. Работы ведут на протяжении всего дня. До 16 декабря сотрудники КСХ должны обеспечить материалом участников «Магаданского хрусталя». Кроме того, они готовят лед и для украшения города. Также нашим учреждением заготавливаются дополнительные ледяные блоки для новогоднего оформления мест массового пребывания граждан. Традиционно это будет Магаданская площадь, Театральная и ДДЮТ. И еще некоторые участки будут благоустроены, украшены ледяными фигурами. К многим скульптурам подключат подсветку. По словам специалистов, некоторые блоки льда с мутным слоем. Это следствие дождей. Однако использовать такой материал для фигур не будут. Оставляют мутный слой для крепости, потому что при перевозке чистый лед может пострадать. Такие непрозрачные блоки будут использовать в дальнейшем для строительства горки. Население Магаданской области стремительно падает. По статистике Росстата за последние 12 лет столицу Колымы покинули 15 319 местных жителей. Еще на 2008 год численность населения областного центра была 107 100 магаданцев. Последующие годы она продолжала падать и на сегодняшний день составила 91 781 жителей. По данным Росстата на 2020 год на территории Колымы проживает 140 149 колымчан. В результате миграционного обмена населением за 6 месяцев этого года в Магаданской области сложилось отрицательное число миграции. 202 человека, сообщает Росстат. По словам специалистов, одна из главных проблем региона – это отток трудоспособного населения и молодежи. Люди уезжают по нескольким причинам. Во-первых, при достижении пенсионного возраста. Во-вторых, в связи с поиском возможностей для подрастающих детей. И третья причина – поиск лучшего качества жизни, утверждают эксперты. В Магаданской области начал работу Центр управления регионом ЦУР создан для сбора и аналитики обращений и жалоб и предложений колымчан в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети и мессенджеры. ЦУР позволит сформировать актуальную картину проблем по каждой отрасли в режиме реального времени, а также повысить эффективность органов власти в решении вопросов жителей. По словам вице-губернатора, основной эффект от деятельности центра – это повышение уровня и качества обратной связи с гражданами. Жители Колымы смогут не только вести диалог с властью, но и принимать активное участие в решении проблем региона. Когда полтора года назад мы создавали открытую Колыму, все чиновники воспринимали ее в штыки, потому что люди задавали прямые вопросы, минуя многочисленные кабинеты, письма и 30 дней ожидания, когда им ответят. И чиновники должны были отвечать очень оперативно, четко и принимать решения по этим вопросам. Но вы понимаете, что в настоящий момент в какой-то степени существует элемент добровольности для чиновника. Может ли он отвечать и принимать какие-то действия по тем запросам, которые приходят через WhatsApp-группы, или нет. Или, например, обращается человек в Instagram, а ему не отвечают по каким-то вопросам. И вот современная система цифровизации и стандартизации работы с запросами граждан, она как раз переходит на новый этап. В работе ЦУР будет использовать систему мониторинга обращений жителей в открытых источниках интернет-сети, в социальных сетях, форумах, блогах. По словам специалистов, с помощью этой платформы с середины 2018 года уже удалось решить десятки проблем калмичан в сферах благоустройства, ЖКХ, образования и здравоохранения региона. Использовать специальные хэштеги или официальное обращение не нужно. Система мониторинга зафиксирует обращения пользователя на основании анализа медиапространства по заданным алгоритмам и ключевым словам. После фиксации обращения определяется ответственный исполнитель за решение конкретной проблемы. ЦУР позволит напрямую доводить обращения, жалобы и предложения жителей региона до властей, а также контролировать их исполнение, разъяснил руководитель Центра управления регионом Павел Береговой. Сегодня мы узнаем, насколько магаданцев устраивает хождение общественного транспорта, внутреннее состояние маршруток и пользуются ли магаданцы приложением для отслеживания общественного транспорта. «Единица» ходит отвратительно, бывает с большими перерывами, а насколько комфортно, так они все узкие, там не пройти, летом-то плохо проходить между сидениями, а зимой тем более в одежде. «На автобусах я езжу часто, и поэтому я не испытываю никаких претензий. Конечно, двадцатка, она постоянно приезжает раньше, чем нужно, иногда позже, чем нужно, поэтому это не самое лучшее, стоять на морозе, ждать, а приложением я не пользуюсь». «Совершенно недовольна, и весь народ недовольный, да потому что очень редко, вот я на третьем микрорайоне живу, выбраться в город нечем вообще, вот, тройка ходит вообще раз в день, в субботу-воскресенье одна на маршруте». «В маршрутках тепло, хорошо, уютно, но чистота маршрута желать бы, конечно, почаще, но поток пассажиров у нас маленький». «Они когда как, то 15 минут ходят, кто 10 минут ходят, разные. 25-е ходила сегодня, через 15 минут вот в это время ходит в обед, а вечером через 10 минут». «Они приходят довольно-таки поздно, вчера стоял полчаса ждать до 52-й, потому что его интраво движение 10 минут, а внутри, в принципе, все нормально, тепло, согреться можно. Глуту-пассом не пользуюсь». «В течение сегодняшнего опроса мы выяснили, что Магнадзе по-разному относится к общественному транспорту. Кого-то маршрутки полностью устраивают, а кто-то не очень доволен». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова